Как сообщают российские СМИ, турецкая лира упала после победы Эрдогана на выборах. Турецкая лира приблизилась к рекордно низкому уровню после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов. Аналитики Морган Стэнли допускают, что лира может обвалиться на треть. Инвесторы опасаются, что Эрдоган, получивший мандат на управление страной еще на пять лет, продолжат придерживаться своей экономической политики низких ставок. Турецкая лира приблизилась к рекордно низкому уровню после победы Реджепа Таиба Эрдогана во втором туре президентских выборов, в результате которой он останется в власти еще на пять лет, сообщил Брунберг. По состоянию на 8 часов 57 минут по московскому времени лира теряла в цене 0,38%, опускаясь до 20 лир за доллар. В пятницу, 26 мая, лира падала до рекордно низкой отметки 20,6 за доллар. По прогнозу Морган Стэнли, лира может обвалиться на 29%, до 26 лир за доллар, быстрее, чем ожидалось ранее и к концу 2023 года торговаться по 28 лир за доллар. Такой прогноз аналитики банка основывают на предположении, что Эрдоган продолжит придерживаться своей экономической политики, удерживая ключевую ставку ЦБ на низком уровне. Аналитики Wells Fargo & Co. ожидают, что к концу текущего квартала лира подешевеет до 23 лир за доллар. «Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора», сказал Брунберг, стратег Телемер Хаснайн Малик. «При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы», предупредил он. «Политика Эрдогана, считающего, что более низкие ставки ведут к более низкой инфляции и вмешательство властей в экономику ведут к бегству капиталов. С 2013 года общий объем иностранных активов в турецких акциях и облигациях сократился примерно на 85% или почти на 130 миллиардов долларов», отмечает Брунберг. Центробанк Турции за последние полтора года потратил почти 200 миллиардов долларов на поддержку лиры. Чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция в 2022 году превысила 80%. В апреле 2023, перед выборами, она была на уровне 44%. Очевидно, что нынешняя модель экономики не работает, отметил финансовый менеджер стратежи PortFoy в Стамбуле Бурак Четинджакер. Он предположил, что Эрдоган тоже может это осознавать, что не исключает вероятности умеренного перехода к более традиционной политике в ближайшем будущем. «Любой сигнал об этом рынок будет приветствовать», – подчеркнул он. «Необходимо внести некоторые поправки, чтобы хотя бы не исчерпать валютные резервы», – уверен инвестиционный директор Арм Виктор Сабо. «Рынок будет ждать перемен, ведь текущая неортодоксальная политика отличается неустойчивостью», – заметил он. «Первыми признаками любого пересмотра текущей политики скорее всего станут назначения на ключевые экономические посты в Минфине и Центробанке Турции». Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав по предварительным подсчетам более 52% голосов. Обязательно напишите свое мнение по поводу стратегии Эрдогана и по поводу выборов. Верите ли вы в выборы или это все фейк и цирк для народа?